Власть избегает неудобных вопросов оппозиции, а лучший способ их не слушать, это выключить микрофон. По крайней мере, этим методом пользуется спикер парламента Игорь Гроссу. На сегодняшнем заседании парламента независимые депутаты поднимали острые темы, но правящие большинство предпочитает игнорировать большинство из них. Судя по последним заявлениям министра социальной защиты, индексация пенсии в этом году будет меньше, чем ожидалось. Вместо обещанных 6% ее снизят до 4%. Депутата Регина Апостолова с этим не согласна. Она предлагает изменить законодательство таким образом, чтобы увеличить размер индексации. Власти уже заявили, что индексация не превысит 4,2%. Если учесть инфляцию последних лет, то такая индексация – это просто издевательство для наших пенсионеров, которые находятся на грани бедности. Формулу расчета необходимо срочно поменять, а индексация должна составлять не менее 10%. 15% учитывая снижение покупательской способности за последние годы. Сегодня минимальная пенсия в Молдове составляет 2620 леев. Это значит, что после индексации на 4,2% минимальная пенсия увеличится всего на 110 леев. Поможет ли эта прибавка пенсионерам справиться с высокими ценами – вопрос риторический. Но у власти есть ответ. За время правления ПДС минимальная пенсия увеличилась на 120%. На все остальные доводы Игорь Гроссу выключает микрофон. Если возвращаться к вопросу индексации пенсии, наверное, стыдно, при том, что нашим министрам увеличены пенсии сто раз, нашим судьям и остальным категориям, а пенсионерам в прошлом году украдено было 15% индексации. Не понравилась спикеру парламента и инициатива депутата Дениса Уланова, который предложил заслушать в парламенте премьер-министра Дарина Ричана. Уланов поднял вопрос о выдаче средств трем проблемным банкам в 2014-2015 годах, когда правительство сделало это без согласия парламента. Оппозиционный депутат напомнил, что было решение столичного суда сектора Баюканы о коллективной финансовой ответственности в деле о банковском мошенничестве. Донал Ричан, начало момента фосмембра в гуверновой участии. Господин Ричан в тот момент был членом правительства, и сегодня он осуществляет беспрецедентное вмешательство в юстицию в деле о рассмотрении банковской кражи. Господин Гроссу тоже участвовал в секретном заседании от 7 ноября 2014 года. Просим заслушать премьер-министра, чтобы узнать, что ему было непонятно в решении. Не услышат оппозиционные депутаты и исполняющего обязанности генерального прокурора Иона Мунтяну. Депутат Марина Таубер попросила заслушать его на тему закупок газа. Но Игорь Гроссу поступил в свойственной ему манере. Просим заслушать исполняющего обязанности генерального прокурора Иона Мунтяну в связи с выходящим из ряда вон случаем, связанным с уголовным расследованием транзакций закупок природного газа и нанесением ущерба государству и гражданам в размере десятков миллионов евро. Это область, которую управляет, и схемы, в которые был вовлечен министр Андрей Спыну. Общество должно знать. Инициативы оппозиционных депутатов были вынесены на голосование. Однако правящее большинство, как обычно, даже не включает их в повестку дня. По этой же схеме ПДС отказалась заслушать тех, кто закрывал в Молдове телеканалы и информационные сайты. Заслушивание членов комиссии по чрезвычайным ситуациям, членов Совета по продвижению инвестиционных проектов национального значения, членов аудиовизуального совета, Совета по равенству, Народного адвоката по правам человека, Службы информации и безопасности в связи с беспрецедентной атакой на свободу прессы путем закрытия 12 телеканалов и десятков веб-сайтов посредством сомнительных и незаконных решений. Оппозиция от своего не отступает. Депутаты обещают, что и впредь будут задавать неудобные вопросы властям. Продолжение следует...